Об уходе 71-летнего тренера Луческу из «Зенита» было объявлено еще в воскресенье. Он возглавлял сине-бело-голубых чуть больше года, завоевал с командой Суперкубок России, а в чемпионате прайвер-лиги бронзовые медали. Румынский специалист Мирча Луческу назвал большой ошибкой свой приход на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит». Его слова напечатало одно румынское издание. Также этот источник отмечает, что румын хочет получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет 2 миллиона евро. Напомню, соглашение Луческу было рассчитано еще на один сезон, а его годовая зарплата составляла 4 миллиона евро. Таким образом, специалист требует свою вторую половину. Что именно подразумевал он под словом «ошибка» Мирча не уточняет. Как известно, СМИ неоднократно пополнялись информацией о том, что футболисты не хотят видеть его у руля команды, ему мешает постоянно судейство, футбольные чиновники и так далее. Но в любом случае, что сделано, то сделано. По моему мнению, Луческу хороший специалист и без работы уж точно не останется. Пожелаем ему успехов. А вот итальянский тренер Роберто Манчини является основным претендентом на пост главного тренера «Зенитушки». Он уже встречался с руководством и спонсорами клуба и уже близок к заключению контракта с питерцами. Последним местом работы Манчини был итальянский «Интер». А вот главный тренер Спартака, также итальянец Массимо Каррера, прокомментировал информацию о возможном назначении своего соотечественника. Мы из одного футбольного поколения, так что знакомы уже тысячу лет. Разумеется, Роберто захочет отобрать у меня золото, но мы будем отстаивать его всеми силами, сказал Каррера. Рекомендую ролик «Кто возглавит Дортмундскую Борусию». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.